Дорогие братья и сёстры, мы живём не в обычное время, в очень трудное, не только для нашего Отечества, но и для всего мира. Был период, когда одних оккупировали австрийцы и дали католицизм, других оккупировали турки и дали мусульманство, сербы остались православными, такими же христианами, как и наша мать, Джимата Джих. Вот это обстоятельство привело к настоятельному решению вопроса. Нужно объединить все религии. Бог единый, а религии разные. Причём я не хочу кого-то оскорбить, но есть религия. Лучшего из другой религии убей. Для мусульман мы все не мусульмане, неверные и должны быть сняты из жизни. Видите, как непонятно, как нехорошо. Религия призывает к миру через войну с другими националистами. С этой целью Петровская Академия Наук и Искусств, а Шримата Джи является почётным членом Петровской Академии Наук, я подчёркиваю для новичков, единственная в мире женщина, единственная почётный член. С этой целью мы собрали две международных конференции в прошлом году в сентябре и в этом году, спустя год и пять дней, вторую конференцию. Уже на первой конференции, а здесь изображена Шримата Джи и самый влиятельный духовный деятель России по своему авторитету, любви к Отечеству, владыка-метрополит Иоанн, метрополит Санкт-Петербургский-Ладожский, это означает весь большой район, а не только Петербург, для решения этого основного проблема о мире и войне. Вторая конференция, в ней уже было расширенное число участников, 6-7 духовных лиц. Метрополит Иоанн прочёл прекрасный доклад посредством главного учёного-секретаря, он сейчас тяжело болен. И был ослепительно, в хорошем смысле слова, доклад Шримата Джи Нирмала Девы. А у учёных поразило то обстоятельство, как два человека, два духовных лидера могли одинаково выражать мысли. И причём встретиться не могли в связи с тем, что метрополит прикован к постели. Как это могло случиться? Это очень интересный факт. И заслуживает очень большого внимания. Очень кратко. И метрополит, и Шримата Джи, я называю, потому что для большинства новеньких, конечно, метрополит пока ближе. Это временное явление. Метрополит считает, что все наши горе, беда, все финансовые трудности происходят из-за того, что собственная промышленность искусственно разлагается, разрушается, и нам привозятся товары низкого качества. И то же самое говорит Шримата Джи. Больше того, в прошлом году на программе Шримата Джи сказала, в Петербурге дело было. Даже если привезут товары с моей родины из Индии, не покупайте их, покупайте только свои, только русские товары. Этим самым вы будете способствовать развитию вашей промышленности. Я вам это говорю с удовлетворением. Вы мои земляки-волжане. Вы из средней части Волги, я из Верховья, из Костромы, потомок нашего простого русского крестьянина, который спас жизнь деду Петра Великого. То есть Иван Сусанин спас жизнь Михаилу Федоровичу Романову. Мне особенно приятно слышать Волжский Говорок. Хорошо тебе, товарищ. Когда-то я так говорил, из-за этого Говора не поступил, первый раз провалил экзамен. Хорошо, ладно, пойдем. Это был период, когда я некоторое время в войну жил в Костромской области. Но вернемся к нашему делу. Конференция прошла с достаточным успехом. Наметилось взаимопонимание, прежде всего, православия с тем, что приносит Шлематаджи в нашу страну. Это очень важно. Сегодня очень холодно, а вы такие терпеливые. Я заканчиваю свою речь тремя положениями. Первое. Дружба России и Индии. Дружба Индии и России. Залог мира на земле. В результате общения с Шлематаджей я пришел к интересному выводу. Индия единственная в мире держава, которая не проливала кровь наших русских солдат. Эти солдаты могли быть по национальности татары, украинцы, белорусы, кто угодно. Индия не проливала нам кровь. И мы взаимно не проливали. Третье положение заканчиваю. Индия через 9 лет, по прогнозам ученых, выйдет на первое место в мире по количеству населения. Союз с такой страной гарантия вообще прочности во всем нашем полушарии и во всем мире. Кто осмелится поднять руку на союз России с Индией, тот будет страдать. Ни Китай, ни Япония, ни другие страны. Вот почему Петровская Академия Наук и Искусств с удовлетворением моему предложению вняла. И будет поддерживать ваши школы. Школы, в которой проводится тысячелетний опыт индусского народа. Я вижу в этих школах новые раски. Не всем понятные. Мальчишки будут грамотными людьми, которые будут знать суть Индии. И будущими работниками, дипломатами в Индии. И поэтому недалек тот умом, кто, ну не хочу обидеть, кто хочет закрыть или не понимает, что это крупная государственная проблема, крупная политическая проблема. И мы ее решим, я постараюсь помочь. Будьте здоровы, спасибо вам за внимание. Джей Шриматаджи! Шриматаджи! Мы с Ахаджи Йоги всего мира желаем вам доброго здоровья и долгих лет жизни. Джей Шриматаджи! Джей! Матч сказала спасибо на русском языке! Спасибо! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДОДИСМЕНТЫ Вы? Субтитры подогнал «Симон»